Давайте привестимся теперь в эту часть президиума, хочу передать слово Екатерине Ивановой, компания «Балтика». Как, например, в вашей компании за эти 5 лет заработала или не заработала в этой большой ответственности? Все хорошо, привет, добрый день. Ваша новая компания была, когда я сейчас создала группы, реки бизнеса российского рынка с весной заводами по всей стране. Абсолютно. Вы создавали компанию 7000 сотрудников. Собственно, для нас расширенная ответственность производителя, это не только выполнение требований и законодательства, но и только в том числе, у компании есть свои цели устойчивого развития и снижения экологической нагрузки. Тогда программа есть в «Балтике», называется «Цель 4.0.1.0 для будущего». Был проведен большой анализ влияния нашего наэкороги, углеводного следа, и здесь вы видите секретарь диаграммы, 35% приходится на упаковку. И у нас есть глобальная цепь в 2019 году снизить на 30% с обращением природного следа во всей производственной заготовой цепочке. А это значит, что нужно производство материалов, змея для нашей природины. И мы начали как раз при упаковке. Мысли связаны в том, чтобы упаковка перерабатывалась, и было замкнутый цикл, как мы уже говорили, чтобы она возвращалась, чтобы внутреннее стекло, в котором выпусты, налоги, да, нозуцем собиралось, перерабатывалось и использовалось в производственной новой продукте. Это идеальная система радиулярной экономики. Собственно, это стекло у нас сейчас так и происходит. Мы рассматриваем возможность, чтобы в этой упаковке продлищик перерабатывается, точно так же включалась замкнутый цикл и снова становилась упаковкой. Собственно, мы начали тоже из новой связи с расширенной ответственностью производителя еще даже в годах, когда ледяные изменения в законодательстве в 2014 году. Редельный сбор занимается компанией за 2022 года, весь собственный проект принесли пользу своим городом. И сведения уже на законодательном уровне, в какой ответственности расширенной, компания постепенно властит на отдельные структуры. У нас есть все менеджеры по рециклингу, которые сидят в различных регионах страны и занимаются именно реализацией расширенной ответственности производителями. То есть встречаются соглашения с региональными стрессовыми операторами, и собственная компания даже инвестирует здесь в развитие системы раздельного сбора. Мы условно выступаем за развитие раздельного сбора, потому что именно он позволяет забрать то качественное сырье, которое затем может быть использован и переработан. Потому что когда он смешивается с другими фракциями, у тех же переработчиков возникает проблема в том, чтобы вычинить то добротное вторичное сырье, которое может продолжить путь в этом как раз таки цикле. Компания уже инвестировала более 300 миллионов рублей в этот проект. И, собственно, его результаты в прошлом году мы собрали с помощью партнеров, конечно же, 73 тысячи тонн отходов, которые были именно верены на переработку. И я должна сказать, что это положительная динамика. Мы видим из года в год, что процент сбора увеличивается. И это говорит о том, что постепенно в России действительно развивается система управления обходами. И понятно, что сейчас есть свои несовершенства, но нужно помнить о том, что в Европе механизм расширенной ответственности производителя был уйден в 90-х годах, и он развивался. И поэтому нам сейчас сложно сказать, что в прошлом году не было времени, в 2017 году, и сказать, что система заработала. На это потребуется еще, я думаю, не один год. Но мы нужно идти вместе, нужно действительно правильно прописывать ответственность всех участников процесса, чтобы каждый принимал свою работу, что он включает производитель как раз, и чтобы все производители были информированы о том, что существует расширенная ответственность производителя. А для того, чтобы региональные операторы уже как понимали свои роли и то, как они могут взаимодействовать с производителями, чтобы каждый не подтягивал одеяло на себя, чтобы все-таки все работали вместе. На это придет время. Потому что этот механизм, все шестеренки, они сошлись и начали эффективно работать. И, собственно, мы здесь абсолютно согласны распорядки на то, что, конечно же, для развития расширенной ответственности производителя необходимо сохранить механизм именно самостоятельной реализации расширенной ответственности. Почему он стимулирует именно самостоятельную ответственность, привлекает власть? Потому что мы можем выходы расследить свои инвестиции. Мы видим конкретные контракты, которые мы встречаем с операторами. Мы видим, на что расходуется средство. Мы видим тот объем отходов, который собирается за счет наших усилий, за счет всех их партнеров. И вот такая система, она транспарентна. И, конечно же, да, здесь обсуждалось, как раз у нас был проект МИКФИН, включение неного платежей, а налогового кодекса, сейчас, в частности, экологического сбора. И мы рады, что в последнем, в последней версии, как мы видели, все-таки было учтено и сохранено экономическое решение на ответственности производителя, населения, собирать отходы раздельно, участвовать активно в этой системе. И среди механизмов, которые сейчас обнаружены, например, коэффициент, понижающий нормативной утилизации при использовании вторичного сырья. Почему бы этот коэффициент был вашим? Потому что он будет стимулировать производителя, именно когда их использованы дополнительные keн-с наступы производства новой упаковки, потому что расширенный ответственность при производителях не просто потому, что ты собрал упаковку и отдал ее по отрабатыванию, а также расширенная ответственность в том, чтобы производить изначально экологичную упаковку. И раздель этот коэффициент будет способствовать тому, чтобы использовать вторичное сырьёв при производстве новой упаковки. сейчасâlных непракти嫁 и внепр honest�ня в этом проекте на прослите erhoher как возможность Можно переносить присобранные объемы из одного кода в другую. Если хорошо поработать об этом, то почему? Дать возможность, дать использоваться объемы и в будущем. И, конечно же, очень важно, не считая таким стимулирующим аспектом, который привлечет бизнес с внеслятельными пополнившими на действительности производителя, это возможность учета инвестиций, например, учета патриотического слоя. Это должен быть в такой стимулирующей хорошей мере. Еще один фактор, который мы считаем важен, это, конечно же, обеспеченные предсказуемости регулированные, потому что сейчас появляются разные инициативы, высказываются мнения, вечно больше, что кто-то инвизирует, самостоятельно вы ошиблись в производителя. Но мы считаем, что эта система сейчас создана, давайте дать ей время поработать, наладить ее работу, усовершенствовать эту систему, не сразу отказываться в этой работе лаборатории на расширенную ответственность для звонить и следовать за эти разборы. Все-таки необходимо дать прогнозируемый период для формирования этой системы. И вот такую прогнозируемость будет способствовать даже, например, мероприятия ставок экологического сбора вместе с нормативными ассоциациями. Сейчас нормативная ассоциация у нас установлена на трибун, например, экологические ставки у нас предсматриваются каждый год. Если мы будем установлены на определенный период и постепенный рост, ассоциация, то это также позволит создать предсказуемость и привлечет больше производителя и заниматься именно самостоятельно расширенной ответственностью производителя. Ну и, конечно же, важно стимулировать население. И, до сих пор, тоже уже идет обсуждение на различных площадках как раз-таки дифференцированного подхода. Если ты понимаешь, что раздельный сбор, то есть ли мне тоже нужно быть заинтересованным экономически. Потому что, если я молодец, я правильно это ссоциировала, и данную переработку, у меня тоже есть какая-то... Спасибо. Спасибо, Екатерина. Интересно, как... Спасибо.